Всем привет, друзья, с вами снова Дэнни. И вот наконец-то это свершилось, вышла Forza Horizon 4. Но, к сожалению, у меня нет времени проходить её полностью на видео, либо записывать какие-то обзоры. Поэтому оставляйте свои вопросы в комментариях, я постараюсь развернуто на них ответить. Ну а сегодня мы поговорим об ультимейт-издании и чем оно отличается от обычного. Ну а стоит она этих 7000 или нет, решать уже вам. Ну что, поехали! Ну и прежде чем начать, хочу сказать вам о человеке, благодаря которому я записываю этот ролик. Думаю, те, кто следит за моим каналом достаточно давно, уже догадались, кто это. Он помогает мне уже не первый раз, за что я ему безмерно благодарен. Что ж, надеюсь я просчитаю твой ник правильно, Гэнди. Спасибо тебе, друг, это будет намного круче, чем просто несколько миллионов Forza Horizon 3. Ну а по факту, благодаря этому человеку у канала появляется второе дыхание. Так что не забудьте передать привет Гэнди в комментариях. Ну а теперь мы переходим к самому интересному, к Forza Horizon 4. Мне кажется, только самый ленивый уже не поделился своими эмоциями на ютуб. Ну блин, ребята, игра реально крутая. Чего только стоит эта смена погоды. А эти барашки, которых вообще невозможно задавить. Даже кастомизацию персонажа подвезли. Ладно, сегодня не об этом. Если вам будет что-то интересное, вы можете написать в комментариях. Я запишу отдельный ролик об этом. Какие же издания Forza Horizon 4 есть и чем они отличаются? На данный момент в продаже имеется три издания. Forza Horizon 4 стандартное издание за 4000 рублей. Deluxe издание за 5500. Ну и собственно Ultimate издание за 7000 рублей. В стандартное издание помимо самой игры будет входить набор машин Formula Drift. То есть, чтобы получить свой первый карпак, вам не придется тратить лишние деньги. Достаточно будет просто купить стандартное издание. Deluxe издание отличается только абонементом. Ну а в Ultimate уже целый набор всяких фишек. Давайте расскажу поподробнее, что входит в это издание. И какие фишки оно дает. Первая особенность это ранний доступ. Что в принципе не будет вам интересно, если вы только собираетесь приобретать игру. Это издание дает вам возможность играть с 28 сентября. Собственно за 4 дня до выхода самой игры. Достаточно сомнительное удовольствие за 7000 рублей. Но в довесок к остальным бонусам это довольно приятное дополнение. Следующий бонус входит и в Deluxe издание. Это абонемент. На протяжении 21 недели, начиная со 2 октября, вы будете получать по 2 новых автомобиля каждую неделю. Но в игре вы не будете тратить ни одного кредита на их покупку. Все будет абсолютно бесплатно. Ну а все, кто купит Ultimate позже или абонемент отдельно, получат все автомобили до этой даты. Следующее неоспоримое преимущество этого издания это VIP статус. В него входит куча всякой ерунды типа VIP стиля для короны, косметических VIP предметов, эмоций и гудка. Но самое запоминающееся для меня это дом игрока. Эдакий большой особняк на берегу замерзающего озера. А также 3 эксклюзивных машины Porze Edition. Ну а самое полезное свойство этого VIP статуса это удвоенное количество игровых кредитов в заездах и дополнительные призовые супер игры каждую неделю. Думаю это одно из самых приятных преимуществ этого издания. Следующее, что входит в принципе и в стандартное издание это Carpack. В первый Carpack входит 7 автомобилей Formula Drift. Здесь вы увидите такие автомобили как BMW 325i 89 года, Nissan 240SX 95 года, 96 года, 97 года, Dodge Viper SRT 2006 года, Ford Mustang 2015 года и автомобиль с труднопроизносимым названием HSV Malu Gen F. Поправьте меня, если я неправильно произнес. Ну а второй Carpack доступен только в Ultimate издании. В него входит 10 не менее интересных автомобилей из фильмов о Джеймсе Бонде. Здесь вам и Aston Martin DB10 2015 года, и Guar CX 75 2010 года, и Aston Martin DBS 2008 года, BMW Z8 99 года, Aston Martin V8 86 года, Citroen 81 года, Lotus Spirit S1 77 года, AMC Hornet X Hatchback 74 года, Aston Martin DBS 69 года, и Aston Martin DB5 64 года. Думаю, фанаты Джеймса Бонда оценят. Ну а от вас я жду комментариев, стоит ли это тех денег, которые за это просят. Есть ещё кое-что интересное, что входит в это издание. Это два отложенных расширения. Как написано в описании, первое расширение содержит новую игровую область, автомобили и режимы. Ну а появится оно в декабре 2018 года. Второе расширение нам ждать чуть позже, появится оно в первой половине 2019 года. Ну а содержание по описанию примерно такое же. На форуме информации я не нашёл, поэтому смею предположить, что это будет что-то типа Blizzard Mountain. Ну а ваши предположения я хочу услышать в комментариях. Что ж, это была вся информация об ультимейте-издании, которую я нашёл. Если у вас есть что добавить, то я обязательно скажу об этом в следующем ролике. Спешу успокоить ребят, которые играют в Forza Horizon 3 и не собираются с ней расставаться. Я продолжаю снимать ролики про Forza Phone, Forza Horizon 3, пока это имеет какую-то публику. Но также планирую начать снимать ролики про Forza Horizon 4. В следующем ролике я планирую поотвечать на ваши вопросы. Влад и Глеб, мне необходимо немного побольше времени, чтобы найти информацию по вашим вопросам. Ну а на этом на сегодня всё. Спасибо тебе ещё раз, Гэнди. Всем удачи с покорением мира Forza Horizon 4 и всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok